В Наринмаре сотрудники одного из банков нашли поддельную купюру номиналом в 5000 рублей. Фальшивую банкноту обнаружили, когда принимали деньги от инкассаторов. Полицейские купюру изъяли и подтвердили. Это фальшивка. Причем среднего качества. Эксперт-криминалист показывает, как отличаются свечения ультрафиолета на поддельной купюре от настоящей. Определить различия не так уж и сложно. Вот купюра поддельная. Просветы есть? Да, есть участки с синего цвета. То есть они дают это свечение обычной бумаги. Обычной бумаги. Вот она, обычная бумага. Вот ее немного отбелили, но есть участки с свечением синего цвета. Настоящий уже банкнот ультрафиолет не просвечивает. Магазин, в котором приняли фальшивую купюру, судя по всему, не имел данного устройства. Поэтому продавцы, не задумываясь, взяли 5000-ю фальшивку. Впрочем, определить поддельную купюру от настоящей можно даже на ощупь. У купюры существует микроперфорация номинала купюры, 1000. Если вы потрогаете настоящую купюру, то у настоящей купюры микроперфорацию вы не почувствуете. Здесь она будет чувствоваться с одной стороны более ярко выражена. Это говорит о том, что иголочки, которыми прикалывали микроперфорацию, были направлены с лицевой на оборотную сторону купюры. Распознать подделку можно и визуально. Присмотревшись к этой, сразу становится понятно. Краски уж слишком бледные и неестественные, а мелкие надписи и вовсе не читаемы. При небольшом сложении данного поля и просто проведении ногтем происходит осыпание, частичное осыпание, в данном случае элементов. То есть краска не столь хорошего качества, какая используется в госзнаке. Заключение криминалистов – фальшивая банкнота, изготовленная из двойной бумаги среднего качества. Скорее всего, в наш округ эта купюра попала из южных регионов. Отпечатки уже обнаружены, поэтому шансы найти начал этой истории у оперативников имеются. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Полицейские напоминают, если у вас в руках казалась фальшивая купюра, нужно немедленно обратиться в полицию. При попытке расплатиться ею, даже если вы не печатали эти деньги, наступает уголовная ответственность и наказание будет суровым. Олег Назийский, Вадим Стасюк, Андрей Котов, Телеканал Север.